сегодня дорогие друзья мы поговорим о микотоксикозах и о необычных проявлениях микотоксикозов о болезни под названием пьяный хлеб уровская болезнь дорогие друзья современный способ изучения микробиологии это наш видеоканал популярная микробиология и зож подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео что же такое микотоксины и микотоксикозы есть группа заболеваний обусловленных грибами эта группа заболеваний называется микотоксикозы они возникают при попадании в организм микотоксинов а микотоксины образуются в процессе жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов продукты жизнедеятельности грибов могут сенсибилизировать человека и предрасполагать к развитию микоаллергозов грибы которые потенциально опасны для человека имеют определенные свойства и эти свойства обеспечивают им выживание в макроорганизме это термо толерантность грибы способны активно размножаться при температуре тела хозяина это температурозависимый диморфизм когда грибы в организме хозяина образуют дрожжеподобные клетки а инвитро растут в виде мицелиальных форм и так микотоксины это вещества не белковой природы у них низкая молекулярная масса меньше одной тысячи дольтон вещества термостабильная они лишены антигенности являются сильно действующими клеточными ядами именно с микотоксинами связано растворение эритроцитов повреждение эпителия кожи повреждение слизистых оболочек повреждение клеток разных органов некоторые грибы благодаря своим микотоксинам блокируют реакции иммунитета подавляют функции т-лимфоцитов функции нейтрофилов и функции комплимента как же проявляются микотоксикозы в организме человека проявление микотоксикозов проявление весьма своеобразны и начнем с вами заболевание под названием алиментарно токсическая аликия это заболевание вызывают микотоксины гриба фузариум спора трихиелла могут быть отравления отравление возникают при употреблении хлеба который испечен из зерна перезимовавшего под снегом грибы проявляют выраженное психрофильное свойство а их токсины синтезируются при температуре ниже нуля градусов токсины очень устойчивы в зерне сохраняются до пяти лет алиментарно токсическая аликия характеризуется ангины с тяжелыми геморрагиями симптомами поражения желудка и кишечника в виде отравления поражением нервной системы с нарушениями крови в виде тромбоцитопении и лейкоцитопении уровская болезнь заболевание тоже вызывают микотоксины чаще всего это фузариум спора трихиелла паразитирует на злаках эти микотоксины термостабильные сохраняются даже при выпечке хлеба заболевание развивается если такой хлеб употреблять длительно она зарегистрирована восточном забайкалье вдоль течения реки урова и в честь вот этой реки заболевание получила название уровская болезнь этот мексик токсикоз проявляется задержкой роста костей и деформации суставов пьяный хлеб отравление пьяным хлебом впервые было замечено на дальнем востоке в 1880 1890 годах первые симптомы отравления грибом похожи на опьянение человека в 1930 50-х годах были массовые заболевания и смерть жителей на южном урале яд вами токсин приводит к расстройству психики а затем присоединяется тошнота и понос термостабильная микотоксины гриба граминиарум действует на центральную нервную систему если такой пьяный хлеб употребить в пищу возникает синюшность или гиперемии лица возбуждение нарушение нарушение сознания нарушение координации движений в редких случаях проявляется гастроэнтерит грибы паразитируют на злаках и употребление их в пищу приводит к данным симптомам для профилактики пьяного хлеба необходимо строго соблюдать правила хранения зерна не допускать увлажнение зерна что может привести к появлению лесене эрготизм это страшное заболевание обусловленное воздействием микотоксинов спорыньи склерозы и гриба имеют вид слегка искривленных рожек они содержат несколько токсинов среди которых лизергеновая кислота эрготамин эти токсины действуют на центральную нервную систему они являются галлюциногенами действуют на гладкую мускулатуру особенно на гладкую мускулатуру матки а вот употребление хлеба из зараженного контаминированного зерна приводит к явлению гастроэнтерита у пациента возникают галлюцинации которые могут закончиться самоубийством возникает спазм периферических сосудов и в результате этого некроз конечностей благодарю за внимание